Вот, Евангелие от Иоанна и 14 глава. И мы у нас каждое утро по воскресенье у нас первая часть собрания посвящена преподаванию Божьего Слова. И на следующей части это общее собрание, я бы сказал, главное собрание этого дня. И проповедь и преподавание — это две разные вещи. Преподавание больше именно идет сюда. Это чтобы человек приобрел знания, мудрость и понимание. И, конечно, Библия говорит, что эти три, они разные. Хотя большинство не знают разницы между ними. Знания — это количество фактов. Есть людей, которые, ну, мозги, они дружатся с мозгами, там хотя бы кладывается, там много фактов. И, ну, это знания, они знают очень много. Но действительно есть те, которые знают очень много, но это не значит, что они мудрые. Мудрость и просто, как сказать, возможности или на высокий интеллект — это две разные вещи. Только если ты много фактов знаешь, это не значит, что ты мудрый. Хотя бы не по Библии. Библия говорит, что мудрость — это способности использовать эти факты и применять в себе в жизни. Вот. А понимание — это что-то совсем другое. Понимание, особенно по книгам притчи. Книга притчи и книга Иова. Библия говорит, что вот начало мудрости — это что? Начало мудрости. Так что то, что мир говорит о мудрости, ой, он мудрый человек, если он отвергает Бога, Библия говорит, что он безумец. Серьезно. Потом, и чтобы отдаляться от зла, что? Понимание. Так что, хотя Сатана сам, у него знаний много. И даже Иезекиил говорит, что сам Сатана, он мудрее Даниила. Он сказал, что ты был мудрее Даниила, у него мудрости. Но Бог не дал ему что? Понимание. Потому что понимание — это не знание, и это не мудрость. Понимание. Через понимание мы можем и не только знать факты, то есть правду, и не только знать, как их применять в себе в жизни. Только если ты знаешь, как применять в себе в жизни, не совсем не значит, что у тебя понимание. А понимание — это когда ты берешь это во все, и ты применяешь свою жизнь к отношению к Богу. то есть человек, который имеет знания и мудрость, он понимает, что это важно, что мы жили, как Бог говорит. Аминь. Потому что он понимает, что скоро или позже. Возмездие за грех — это смерть, Библия говорит. И это вообще не мудрый человек, который просто практикует грех. День и ночь. Аминь. Так что вот разница между вот это все. Так что первая часть мы здесь преподаем Библию. И он основном осредоточит свой взор на ум человека, а на проповедь больше уже сердца. Это и ум, и чувство, и воля. Ну, давайте тогда, имея это в виду, давайте вот Евангелие от Иоанна, 14 глава. И еще раз с первого стика. Да, не смущается сердце ваше. Мы уже и говорили, что Иисус Библии, Он не такой ужасный, не такой злой. Он не Иисус, как другие представляют Иисус. Hey, brother. There we go. Он не тот Иисус. Апостол Павел предупредил и сказал, что есть те, которые проповедуют иное Иисус. То есть, хотя Он и назван Иисус, это не Иисус Библии. Например, католики и даже и православие, они представляют Иисус Христос, как будто Он настолько злой, что ты не имеешь права напрямую обращаться к Нему. Тебе надо через Марию, потому что она добрее, она более терпеливая. Это не Иисус Библии. Иисус Библии, Писание нам говорит, если ты спасен, ты имеешь право и вообще напрямую, посредство крови Иисуса Христа, прямо к Богу. Говорит, что мы теперь имеем дерзновение прямо к Нему. Нам не надо через святых, не через какую-то там батушку, не через вот Марию. Прямо можно обращаться к Иисусу. Вот это Иисус Библии. Он печется, он беспокоится, поэтому он говорил, да не смущается сердце ваше, веруете в Бога и в Меня веруете. А в доме отца моего обители много, и мы видели, что по-разному там это обители, это как значение, как в дворцах. А если бы не так, я сказал бы вам. Точка. Потом он говорит, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю место вам, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. И мы чуть-чуть смотрели на этот. Когда берешь размер этого города, который дается в откровение, и сравниваешь с этим Иерусалим, который будет тысячелетное царство Иисуса Христа, и потом мы уже понимаем, почему Библия называет это место место небесный Новый Иерусалим. То есть здесь у нас есть временная линия. Наш Господь, Он умер, воскрес здесь. Здесь это называется период церкви, где мы сейчас находимся. И Библия говорит о будущем событии. Следующее такое выдающее будущее событие, это когда Господь придет и будет забрать своих. И это уже называется воскресенье церкви. Потом начинается Великая скорбь. Это длительность его семь лет. И это когда это очень, ну все связано с Израилем, как народ, библейских верующих людей, когда Израиль остался народом в 1948 году, это было что-то. Это было событие, и большинство этого мира даже и не поняло, что произошло. Почему? Потому что они безумные, не обращая внимания на то, что здесь написано. Хотя было прочство, столько лет, период, Бог уже предупредил народы, и народы не обращая внимания. Почему? Большинство либо атеисты, другие, они исламские, а те, которые называют себя христиане, они не читают Библию. Они читают, как называемый, закон Божий, или какие-то там предания, или традиции церковные. То есть, проблема в том, что это является окончательный авторитет, и человек не хочет никакой окончательный авторитет. и делается все угодно, чтобы не было авторитет в своей жизни. И поэтому они говорят, это ваше мнение, это ваше точка зрения, все относительно. Ну, ты знаешь, это все, как сказать, если это хорошо для тебя, не важно, какая у тебя религия, важно, чтобы ты был хорошим человеком, и важно, чтобы ты был искренним. Вообще не так говорится в Библии. Библия говорит, что вот истина, и важно, во что ты веришь. Аминь, и вот. Так что, Библия говорит, что тысячелетное царство Иисуса Христа, Он вернется, Он будет избавить Израиля от беды. Библия говорит, что все народы будут собраться вместе в союзе, чтобы уничтожить Израиль. И вы... Хочешь понять, почему стоимости нефта сейчас вот столько? Хочешь понять, почему столько уже воин и все остальное? Это из-за того, что это Божий избранный народ, и они еще не приняли. Но Библия говорит, они его и принимают в течение одного дня. Говорит, что народ этот будет рождаться. Называется восстановление. Как будто возрождение еврейского народа опять. Если через ихние, как апостол Павел сказал, через ихние падения мы приобрели спасение, мы радуемся в этом. Слава Богу. Аминь. Прощение грехов в небеса, бесплатно, что ты хочешь. Даром. Аминь. Если это было вот что-то, тогда подождите, когда они опять уже на своем месте здесь в мире. Центр этого мира это Израиль. Там, где Господь Иисус Христос будет править народы, Он будет именно подчинять все там ООН. Все. Все 57 стран арабских, исламских стран, они все будут говорить, что Иисус Христос есть Господь. Так и говорит Библия. Так что, мы знаем, что на земле читаем в языке Иль, и говорится, как восстановление, вот это поклонение в храме, в Израиле, всего лишь будет этой жертвой, как на вспоминание, не ради очищения грехов. Будет вот такое, ну, размер этого города по языке Иль, и потом, когда читаем вот откровение, это две разные вещи. То есть, размер этого города по откровению, это примерно одна сторона, это от Израиля до Москвы. Огромная. Мы видим, что здесь, это она уже как спутник. Она небесная, она не сходится с небес, от Отца. Так и написано в Откровении. Она будет прикосняться горя, кое-сионская. И это для невесты, это для церкови, это для тела Иисуса Христа. Вы не заметили, что у Бога есть невеста, отец? Невеста, это Израиль. У сына есть невеста. Это церковь, где и язычники, и евреи, и по идее тогда Святой Дух должен иметь. И ожидается количество людей отсюда спасется. Это все другие темы. Но просто мы видели так, что размер этого города настолько позволяет, чтобы если бы миллиардов людей спаслись от времени создания тела Иисуса Христа до сегодняшнего дня, у тебя будет дворец такое, как я ее сказал, это 45 комнат, и получается, каждая комната будет 5 метров на 5 метров на 5 метров. Вот насколько огромный этот город. Так что, мягко сказано, это чуть-чуть вот такой момент, например, как в Битии, когда там говорится, что он и звезды сотворил. Как будто ничего значительного нет здесь. И звезды сотворил, когда он сказал, что вот обители много, это просто мягко сказано. Вот. В доме отца моего обители много. Давайте третий стих. «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Сейчас не будем, было бы неплохое место остановиться и разобраться с темой, куда идут мертвые. Это важная тема. И чуть-чуть отличается, куда пошло неспасенные, куда пошло спасенные до смерти, погребения и воскресения Иисуса Христа. Этот, его искупительная жертва для нас изменил все. И там, где он говорит, чтобы ты был, где я, это важно. Почему? У нас столько разные вероисповедания. Все верят по-разному насчет, куда идут мертвые, что происходит с человеком, с душой после смерти. И это влияет на их, как называется, культура. Влияет на похороны. Здесь когда один из наших умирает, и они хотят, чтобы было похорон по-христиански, именно по Библии. Обычно родственники не дадут. Родственники они воюют, они почему? Потому что, опять, во что ты веришь, это важно. не будем углубляться в этом во много, но достаточно сказать вот что. Библия говорит, что если ты спасен и ты умираешь, ты умираешь, как называется, во кресте. Ты в нем, и он в вас. Если это духовный союз, в моменте спасения выступил духовный союз со Христом, так что твои грехи прощены, ты уже в нем, и как он умер, был погребен, и он воскрес, ты тоже воскрес ли с ним, аминь, чтобы жить эту жизнь. Гости, слава богу. И у вас это самое, если ты умираешь во кресте тело лажется в праке, по короне. Душа, но душа, если спасен, сразу идет, чтобы быть с богом. Вот. Не ждется. Это не в том, что есть какой-то там сон или сна. Это не в том, что человек просто потеряет сознание, ничего не знает, пока этот день не придется, как другие, или как другие говорят, этот. Это не такое, что у тебя 40 дней определиться, хочешь спасаться или нет? Что это за бред? Серьезно? Приветствую, приветствую. В гости есть, слава Богу, привет. Вы что, блуждались по пути? Слава Богу, хорошо. Так что сейчас обсуждаем это, говорится немножечко здесь про куда идут мертвые после смерти. И это влияет на как людей вот как они практикуют как называемое свое христианство. И какое это вообще утечение? Какое это вообще утечение, если ты был католиком? Если один близкий умер, и это мама, это папа, это бабушка, это дедушка, по их человек будет гореть в чистилище. Это пока он не достиг статуса святых, один из святых, он будет гореть в чистилище. Представляешь? Пока он не платится за свои грехи. Я здесь это не сплетен. Я не говорю, как будто я говорю что-то ложно о том, что они говорят. Они и это верят, они об этом и пишут, и они это и практикуют. Настолько практикуют, что единственное, как можно сокращать именно длительность вот этого срока, тебе надо платить деньги, давать деньги священнику, и он будет потом говорить Месси. Месси потом украшается вот этот срок в чистилище. Это как временный ад, так скажем. Хотя не найдешь в Писании нигде, но это поражается знать, что вот миллиард, миллионов людей верят в это. Брат Айрленд, его отец вроде бы, он сказал, что когда он умер, он когда люди прошли, чтобы последнее прощание, он сказал, что было маленький холл банкнотов, и они все были по сто, собрали по сто долларов каждые, здесь не десять, здесь не пять, здесь не по сто долларов каждого, и потом конец покорона взяли эту пачку и давали прямо священнику. Хороший бизнес, неправильно. А ты думаешь, что православие другое? Это бизнес. Так что во что ты веришь действительно влияет, на как ты будешь практиковать. Слава Богу, что Библия говорит, если ты умираешь во кресте, да, тело лажится здесь в прахе и тьмы, чтобы быть с Господом, так как он здесь и сказал, чтобы вы были, а где я? Аминь. Это не то, что человек просто потеряет сознание и это какой-то там как сон, как свидетели Яговы проповедуют. Это не то. Четвертый стих. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Фомас сказал ему, Господи, не знаем, куда идешь, а как можем знать путь? И, конечно, ученики не совсем не поняли. Они все-таки еще ожидали это царство чуть-чуть. Ослепил их, их толкование Божьего слова здесь, и он не понял. И, я не знаю, если есть стих в Библии, который я цитирую, особенно, когда проповедую на улицу, это тот стих. Ты обязательно надо цитировать этот стих во время представления Евангелия грешникам, погибающим грешникам. Здесь этот шестой стих говорит. Иисус сказал ему, я есть путь, и истина, и жизни, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Так что, что он имел ввиду наше путь? Он не имел ввиду, как попасть в Иерусалим, как попасть в Москву, как именно попасть в Нью-Йорк. Он путь здесь, это путь к Богу, к Отцу он имеет ввиду. Почему? Потому что он сказал, что никто не приходит к Отцу. Так что важнейшее, я бы сказал, знание для погибающих грешники, я не знал, как о вас, я не знал, как у тебя был образ жизни до спасения, но я был грешником. Серьезный грешник. И любил свой грех, жил с этим грехом, я знал, что это было греховное, и я этим наслаждался все равно. И потом, когда было это облегчение, я бунтовал, серьезно бунтовал целый год, день и ночь, облегчение, и Бог мне давал, бах, вниз, бунтовал, бах, еще, вниз. Было еще вот ниже и ниже, и каждый раз, когда сказал нет, еще вах, бах, давал, и потом я понял, насколько я греховный. Я хотел именно с Ним напрямую связаться. А мы, братья и сестры, как, как можно с Богом общаться? Как можно приобрести спасение и прощение грехов? Я не знал, сколько из вас, но я, и не буду я говорить детально, но я, моя жизнь стала очень темная, очень. Богохульство мягко сказано, когда я говорю, то есть, у меня были претензии против него, я злился на Бога, и из-за этого, горчен, и из-за этого, я сказал и сделал вещи лично и прямо к нему. Так что, когда я хотел спасения, я хотел знать, как? Аминь. Вот. А кто вообще говорит так? Кто вообще говорит, как Иисус Христос говорил? Я, если путь, никогда Магомед не так не сказал. Ни раз ни Мария не так сказала. о себе Конфуции не раз. Я есть путь и истина вау и жизни никто не приходит к отцу как только через меня он либо какой-то там блужденный какой-то там фанатик скисофрения у него это либо самый гордый человек, который когда-то жил на планете. Даже Иосиф Сталин не так говорил, Путин не так говорит. Гордости в этих людей было немало, так скажем. Аминь. Даже наш Обама не так не говорит. Хотя может быть думает так, но он никто не говорил как Иисус Христос. И это оставляет людям на таком положении либо черный или белый. Нет здесь места для образованной класс людей сегодня. Такие культурные, образованные, интеллектуальные люди. Ну ты знаешь, Иисус был хорошим человеком. Он был такой хороший духовный наставник. Вот он был преподавателем, был философом. Ты, если ты так говоришь, это ты только откроешь свой ум и чтобы все посмотрели в этом ящике, что он пустой. Потому что здесь нету где-то место осередине этого. Он либо тот, кто он сказал, или он был отманщиком. Определись уже. Он сказал, что он Бог воплотил. Если ты не веришь, что я сущий, он сказал, ты умрешь в своих грехах. где это оставляет наши как называемые друзья святители Яговых, это значит, что они не спасенные. Это стих говорит, если ты будешь верить, что тебе придется верить все о нем. Это не хватает здесь. Но я верю в Иисусе, что он жил когда-то в истории, что он какой-то исторический персонаж. Я верю в Иисусе как учитель. Я верю в Иисусе, что он да, Христос или что-то. Нет, ты либо веришь все о нем, так как он сказал, или ты не веришь. У тебя в своем уме другой Иисус, но не Иисус Библии. Так что когда проповедуем Евангелие Иисуса Христа погибающим грешникам, я всегда остановлюсь здесь. на Иоанна 14 глава 6 стих. Это великий стих. Я есть путь истины и жизни. Я так рад, братья и сестры, что это та сторона Христа. Путь Богу в Ветхом Завете, надо было умывальнику первое, извините, вот жертвовник, потом еще шаг, надо было умывальнику, потом дальше мы с вами не смогли. это только священникам. А присутствие Бога самого было на самое святое место. Им разрешилось только первый священник раз в год туда войти. Тут Богу в Ветхом Завете никогда не было уверенности. мы с вами братья и сестры посредством крови Иисуса Христа в любой момент, в любое время лично сам наедине в доме или на работе или на транспорте я могу остановиться и я могу уже и общаться с Ним. Вау! Просто вау! Мы не ценим этот факт достаточно, я так считаю. Мы не понимаем настолько это было все так сложно для людей до Креста общаться с Богом напрямую. Аминь, братья и сестры. Имеет прощение грехов настолько, что у него нет претензий против нас. Вау! Слава Богу за крови Иисуса Креста. Аминь. Ну, хорошо, давайте вот дальше. Здесь у вас в шестом стихе вот обращайте внимание, вот есть три вещи. И они три, эти три вещи, они абсолютные, как абсолютные, можно так сказать. Я есть путь, есть не просто много путей, как мир говорит и преподает людям. Это они сеют туман, они сеют блуждение людям, когда говорится, что много путей к Богу, самое главное, чтобы ты выбрал себе, чтобы ты был искренним. Нет, я есть путь, то есть единственный путь, и истина, и жизнь. Давайте вот откроем послание к евреям, и девятая глава. во-первых, давайте посмотрим насчет этот путь. Послание к евреям, девятая глава, и шестой стих. При таком устройстве в первую скинью всегда входит священник совершать богослужение, и во вторую однажды в год один только первосвященник не без крови, который приносит за себя и за грехи неведения народа. Сим, Дух Святый показывает, что еще не открыл что? путь в святилище доколе стоит прежнее скине. Она есть образ настоящего времени, в который приносятся дары и жертвы, не могущие сделать совести совершенным приносящим. Так что теперь путь к Богу это только через веру в Иисуса Христе. спасение, прощение грехов это не через баптистскую церковь. Это через Иисуса Христа. И любая организация, религия, группа, общество, религиозная, любая, которая говорит, что вы не спасетесь так только через наши церкви, организации, общества, клуб, как это уже тоталитарный культ. И это католики, это православие, адвентисты к седьмого дня, свидетели Яговы, они такие. Потому что когда очень точные вопросы спрашивают, будет ли человек на небесах, будет ли он спасаться, имеет ли он прощение грехов, если он нет через вашу организацию, или что-то, они не хотят напрямую отвечать. Но если именно их привязали именно к этому вопросу, им придется сказать нет. Это уже признак культа. Хорошо, дальше. Это Деяние, девятая глава. Деяние, девятая глава. И вот из первого стиха Савл же еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет преследующих всему учению, мужчин и женщин, связав, приходит в Иерусалим. У кого-то там есть этот открытый есть этот перевод Карла Якова на русском. Читайте, пожалуйста, второй стих. трой трой стих. Вот. Этого что? Пути. Опять здесь хотел напоминать насчет пут. Так что пут здесь это смысл да, как учение, это образ жизни. Единственное вот пут пут это как мы живем с вами. Смотрите, пожалуйста, еще здесь девятнадцатая глава Деяние Деяние девятнадцать. Есть такой ну такой сект, я не знаю, можно сказать это как культ или нет или сект, но вы слышали этот Amway Amway они продают вот этот жидкости там мыл и все остальное. Но Am Way то есть Иоанна четырнадцатая глава шестнадцатый стих где Иисус сказал Я есм пут они имеют ввиду I am the way Am way они взяли вот этот название их не фирмы и организации с этого стика они этот суд этого они называют себе крестьяне я не совсем не понимаю их не учение не конкретно но я знаю что они не наши это все что я знаю потому что ну есть вот такое поэтому они есть вот новый перевод Библии называется просто пут есть разные деноминации верующих людей они этот пут пут а на самом деле вот единственный пут это Иисус Христос и все ученики вот последователи Иисуса Христа мы живем по его слову и это значит что мы ходим по этим путем вот что это значит ну давайте девятнадцатая глава и девятый стих но как некоторые ожесточились и не верили злословия пут пут вот пут господин пред народом опять неверующие это было такое как выражение это немножечко было ну как сказать унижение немножечко слово крестьян те дни это не было как комплимент то есть верующие сами не называли себе крестьяне этот мир их называл поэтому всегда когда есть какое-то там движение божие всегда человек или религиозные руководители пытаются унижить этого сегодня есть что гуситы чего они последовали учение этого гуса гус лютерианин так веслиянин то есть иона весли калвинисты ион калвин ракманиты они всегда пытаются унижить когда есть какое-то там движение среди тела Иисуса Христа пытаются позор за то что ой ты следуешь за человеком ты не следуешь за Богом вот это так и было так что здесь этот путь опять вспоминается вот 23 стих в то время произошло немалый мятеж против что пути Господня или то есть тот путь тот путь это конечно образ жизни так что мы когда ты не покупаешь календары когда ты не покупаешь свечки когда ты не даешь деньги чтобы человек освещал когда ты не участвуешь когда ты не даешь деньги чтобы твои детки были вот крещены они называют это другой путь они идут туда мы идем туда поэтому это называется ты знаешь слово сект сект это из-за латинского происхождения и это как дерево как путь главное вот это здесь потом есть одна ветва так обозначение это слово сект это когда есть главное какое-то там дерево есть какой-то там группа которые ушли вот так ветва да но это это те же самое слово то есть сект то есть они имеются ввиду что мы здесь самые главные есть одна маленькая группа они ушли от нас и действительно на самом деле все наоборот Иисус Христос самый главный он и есть путь и когда мы то что дает авторитет это не сколько лет ты существуешь или сколько людей у тебя есть членство то что дает тебе статус настоящие вот христиане это насколько ты соблюдаешь эту книгу и когда у тебя пусть будет тысячелетие пусть будет уже миллионов людей если они не живут по этой книге они сами исключены от этого привилегия быть ученики Иисуса Христа амин так и есть ну хорошо это нет здесь ничего глубокого и у нас на следующей неделе еще будем смотреть на эту истину и жизни и еще на божественности Иисуса Христа еще впереди у нас уже времени нет и